Лангипасы планируют заявить четыре идеи на окружной конкурс инициативных проектов. В случае победы они смогут привлечь к их реализации окружное финансирование. Есть условия, необходимо заявиться до 9 февраля на специальной онлайн-платформе. Во второй половине февраля жители городов и районов округа смогут проголосовать за достойные, на их взгляд, инициативы. А итоги конкурса организаторы подведут в марте. Все заявленные проекты в Лангипасе направлены на благоустройство города. Это скейт-парк, развивающая площадка «Мы первые», проект реконструкции базы «Патриот» и инициатива «Живая история». Это установка памятного камня в первом микрорайоне в честь первостроителей города. Мы хотим увековечить историю нашего города. Вроде бы город только недавно построился, но уже с богатой историей. И многие жители не знают историю возникновения нашего города. Поэтому в первом микрорайоне, так как там начинался наш город, мы хотим обустроить сквер под названием «Живая история». В этом сквере будет располагаться арка с интерактивным оборудованием, в котором будет включена информация о авторах этого проекта, кто приложил большие усилия над этим проектом и о тех горожанах, которые вошли в историю нашего города. Обсуждение всех предложенных идей, в том числе проекта «Живая история», длилось около полугода. Часть из них отсеяли, поскольку они не нашли широкой поддержки со стороны горожан. К слову, в 2023 году из окружного бюджета было направлено финансирование на шесть инициативных проектов из Лангипаса. При этом город вошел в тройку лучших в Югре по числу заявленных проектов. Их было 12. Продолжение следует...